Как вы помните, из хроники, скажем, американской, западной, много всех приводило своих членов космонавтистов. Так, ну, сейчас. Вот совсем другой рассказ мне хотелось бы вам прочесть, маленький, да? Совсем другой опера. С американской жизнью, да? Совсем другой. Даже социальный. Он очень большой. Он из цикла «Американские рассказы». И называется он «Золотые волосы». Может быть, вот этот рассказ посмотрим, как дальше. «Золотые волосы». Он, знаменитость, сидел в роскошном номере Невальской гостиницы. И он не знал больше, что ему делать. У него было всё. И слава, и деньги. На полу лежало 55 разных газет с его портретами. И вдруг постмодернистское озорство овладело им. Он стал разговаривать с собственным портретом. И тогда захохотал. Этот хохот был настолько сверхъестественным, что разбудил крысы, находившихся глубоко под землёй. Он встал и, обнажившись, подошёл к зеркалам. Там, в этих зеркалах, своего почти антикварного номера в волшебном этом отеле, он опять увидел свой портрет, разбросанный на коврах и на диванах. Боже, как он был и есть велик. Всемыслитель. Актор сорока книг, каждый из которых на уровне Шекспира и Достоевского. Так писали газеты, лауреат всех высших мировых премий, визионер, наступающий брейкл, владитель самых утонченных женщин и вообще доступный сверхчеловек. А эти цветущие, как блеск золота, волосы, которым прикасались самые изысканные мальчики. И тогда он подошёл поближе к зеркалу, пристальнее рассматривая собственное тело. Вот знаменитость. Вместитель всех возможностей и сил. И он подумал. Моя новая книга будет. Секс и я. Это мировое откровение. Весь мир купит книгу о моём теле. Но вдруг ему захотелось надеть своё собственное фото из одной влиятельной газеты на орган своего тела, отнюдь не предназначенный для развешивания портрета. Это будет великий символ. И символ получился. Портрет сиял, отражаясь в золотом зеркале. Вот она, подлинность нарцисса. Вот она, преемственность между великой древнегреческой культурой, нашей суператомной цивилизацией Херосим и Пайотов на Луну. Портрет на члене зеркала. Снилось ли это нарциссу, который к тому же не был знаменитостью, а всего лишь мифологической фигурой, не входившей в мир на личный факт. А его член и его портрет — это факт. Несмотря на то, что его фотопортреты с сериалей по всему миру уже много лет, он не прекращал их обожать. Наконец, знаменитость, к тому же Киене, кавычку, по определению журнала, стала читать статьи о себе. Вся обнажённая перед своими отражениями. У него была рейная зрение. О Достоевске, о Данте, о Толстой и Шекспир читал. Он тот, кто их объединил. Он открыл нам эросу под властную психоанализу. Он первооткрыватель нас всех, как нарциссы. Так писали казюмы. В сущности он был выше античных богов. Хотя прямо он никогда не высказывал эту концепцию. И вдруг странная мысль запала в его опьяневшую от величия и чуть-чуть от наркотиков голову. Неужели я, сверхчеловек и гений, зависим от босса, от подвластной прессы, от тех, кто назначает кому быть знаменитым? От властителей? И мира сел. Член его таинственного взял и портрет упал на. Какой позор! Выходит выбор. Они меня создали, сфабариковав меня. А не я? Ведь они все создают. Все знаменитости на Западе. Не я творец своего величия. Он посмотрел на себя в зеркало. Ненаглядный, закричал он. Какой удар! Его глаза потемнели. Жечь, жечь! Вот мой ответ. Огонь, огонь! Я великий по своей природе, а не благодаря им. И он поджег газеты на себе. Это уже преусходило возможности народа. Вот он, подлинный на артистизм. А не это зависимость, скричал он. Газеты пылали, отражаясь в зеркале. А он, всеобъемлющий, непостижимый, стоял сбоку от этого пожара. Газета, упавшая с члена, горяла ярче всех, словно комнатное солнце. Она пылала почти, как новая звезда. О, великий десидент! Через несколько дней газеты писали о нем примерно так. Его бунт против несправедливости превзошел всякое понимание. Он революционер. Он адепт современного восстания. Его нартистизм – это синтез контрреволюции и революции. Его мятеж – словно полет 21 века. Все это говорилось по поводу его последнего, яростного, бушующего всеми переливами кнева интервью, в котором, однако, содержался скрыт и расчетливый реверанс в ту сторону, куда надо. И его бунт, в кавычках, был дорого оценен и немедленно оплачен. О, скрыт. Вскоре появилось, переведенное на 18 языков, прогремевшее на весь мир его эссе о мастурбации младенца «Утробе мать». Это эссе публиковалось в самых элитарных западных журналах. Спустя полгода возникла его поэма «Бе-бе-бе», состоящая только из комбинаций этих звуков. «Бе-бе-бе». Газеты всего мира восторженно известили, что эта поэма знаменует конец литературы. Спасибо.